Так, новшество трудового законодательства. Что у нас здесь? Дистанционная работа. Несколько видов. Да, хорошая, прекрасная идея фоткать вот эти слайды. Они мега информативные. Я для себя выделяла то, что я... Но я думаю, что нет. Она слишком такая уже... Большая работа проделана. Поэтому фоткайте, пожалуйста, на здоровье. Значит, что? Выделяются несколько видов дистанционных работ. Постоянная, временная до 6 месяцев и комбинированная. Раньше такого долго упирался Минтруда, наверное. Вот, наконец-то, они согласились. Очень удобно, я считаю. Правда, айтишники все разъехались. Но все равно хорошо, что в рамках закона мы можем использовать уже не боясь ничего вот эти нормы. Так, что еще у нас? Появилась возможность ознакомливать работников, выполняющих работу дистанционно, без направления копия документа на бумажном носителе. Ранее это было прям обязательно. То есть, вот это вот, как это сказать, электронные вещи все, они не работали, пока мы не обменяемся копиями. Теперь это значительная экономия труда, но, опять-таки, нет нарушения. Оплата труда – самый известный, наверное, момент. Даже те, кто не интересуется юридическими вопросами, бухгалтерскими, знают, что с 1 января мы должны платить заработную плату не реже двух раз в месяц, вне зависимости от вида заключенного с работников договора. Ранее это был только контракт. Срок до 1.01.2024 года нанимателям необходимо документально закрепить в организации выплату заработной платы не реже двух раз. Это несущественные изменения, не надо подписывать никакие доп. соглашения, несущественные. Это на основании законодательства. Не надо, конечно. А все делают, все делают, все делают, все делают, все делают. Достаточно закрепить в организации документально. А если у ИП про решения? Да, 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 совершенно верно. А эти соглашения не надо? Нет, это на основании законодательства, поэтому лишнюю работу делать не надо. Я специально спросила первый вопрос, который задала Юле, она мне сказала, что все хорошо. Так, на ознакомление, я думаю, да, будет. Можно также изменить ПВТР, положение по заработной плате. Я думаю, что в ряд документов можно внести изменения, и все равно придется переознакомить. Мы сейчас с вами пройдемся, там все равно придется менять локальные правовые документы и вот все скопом сделать, переподписать, и будет всем счастье. Там другие изменения, которые все равно надо будет вносить. Размер заработной платы за первую половину месяца может быть определен на усмотрение, как процент, так и абсолютная цифра, и для разных категорий сотрудников и разных отделов он может быть определен по-разному. Так, 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 так. Что еще? Гарантии для работников при прохождении диспансеризации. Тоже интересные изменения. Два раза я тоже спрашивала, как оно толком работает. Теперь, если мы с вами находимся на диспансеризации, то у нас сохраняется среднемесячный, как бы это правильно не ошибиться, среднемесячный заработок, и важно только будет, и где-то у нас еще тоже будет закреплено, мы должны будем принести документы. Это тоже хорошо бы отразить в локальных правовых документах и показать сотруднику, как это работает. Еще смотрите, что интересно. Есть еще некоторые социальные гарантии, то есть соцпакет расширяется на уровне государства. Вот в нашей компании, например, есть пять дней у сотрудника в году, когда он может позвонить мне и сказать, «Татьяна, я сегодня не приду, буду работать из дома, или вообще, может, даже не буду работать, ну, просто не приду, пусть делать, что хочет, мне главное, чтобы работа работалась». Смотрите, работникам до 40 лет предоставляется право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года. То есть иногда хорошо быть, потому что старше 40, потому что, смотрите, работникам, достигших 40 лет, имеют право уже на один рабочий день один раз в год. Ну хорошо же, у меня только вопрос, как вести учет вот этого одного дня один раз в три года? Да, да, совершенно верно. Но я думаю, что нет, мы должны сами придумать. Ну, кадровики умные что-нибудь придумают, или бухгалтера. И смотрите, ну опять-таки, вот хоть какая-то польза от того, что тебе больше 40. Один рабочий день один раз в год, да, оплачиваем, это важная ремарка. Работники, достигшие пенсионного возраста, имеют право на два рабочих дня один раз в год. Вот у нас есть будущий счастливчик, да, может рассчитывать на два рабочих дня один раз в год. Так, ну и свободный от работы день для диспансеризации предоставляется на основании заявления работника и так далее. И здесь важна последняя строчка, что нам нужно сделать? Новое обозначение в табеле вводить. Уже их можно разрабатывать прямо сейчас, и тоже в каком-то там своем локальном... Ну, я думаю, что можно и самим, можно не ждать. Так, что дальше? Трудовые отпуска. Наконец-то мы тоже достигли такого уровня, когда на законодательном уровне можем ходить в отпуск сколько угодно его дробя, пусть даже и только одну часть, потому что одна часть все равно должна быть не менее 14 дней, а вот оставшиеся там как минимум 14 дней мы можем уже использовать как хотим. Но я бы здесь рекомендовала... Любая, да. Одна из частей не может быть менее 14 дней. Одна, неважно какая. Да, но все это, конечно, можно детализировать, написать, что первая часть отпуска только 14... Ну, там, если отпуск как бы там 5 дней в одном осталось, в отпуске 10 уже в другом накопилось, сложновато. Ну, я бы... Ну, надо подумать. Но и методику дробления лучше закрепить, конечно же, потому что если организация большая, а даже если не очень большая, ну, это влияет, правда, на рабочий режим иногда, и если все начнут ходить, а дай мне один день, а дай мне там и так далее, то лучше вот, ну, как-то подумать и выбрать какую-то золотую середину, не очень ущемляя права сотрудников, но и не обременяя те отделы, которые будут работать с этим дроблением. Понимаете, что это какой пласт работы. Так, еще один такой момент. Случай изменения продолжительности трудового отпуска в течение рабочего года. Мы берем за основу продолжительность действующую. То есть если нам раньше было положено, там, я не знаю, 24 дня, а потом мы перешли на куда-то другое дело, или там, не знаю, расщедрилось руководство, дало нам 28 дней, и мы берем отпуск в тот период, когда мы уже работаем по тем основаниям, когда нам положено 28 дней отпуск, то нам должны предоставить отпуск 28 дней. Ранее это высчитывалось пропорционально, и тоже это была достаточно трудоемкая работа для специалистов. Теперь все. На контракте работаете, по которому отпуск 28 дней, можете спокойно требовать 28 дней. Так, изменен срок выплаты среднего заработка за время трудового отпуска. Если тут смысл в том, что если вы идете в отпуск не по графику, то с разрешения сотрудника можно выплатить отпуск в течение двух дней после начала отпуска. Ну, это тоже возьми, это разрешение и так далее. Но право есть, возможность есть, пользуйтесь. Да, чтобы он разрешил выплачивать ему в течение двух дней после того, как отпуск начался. Появилась возможность закрепления в локальных правовых документах продолжительности социального отпуска по семейно-бытовым причинам для работы на диссертации, написания учебникам и по другим уважительным причинам более 30 дней в течение календарного года. Но суммарная продолжительность такого отпуска не может быть более трех календарных месяцев в году. Также можно закрепить возможность в случае рождения ребенка с сохранением средней заработной платы, важно подчеркнуто красным, в случае рождения ребенка, регистрация заключения брака, по смерти близких, родственникам и по иным уважительным причинам взять социальный отпуск с сохранением заработной платы не более чем три календарных дня, раньше без сохранения. Согласитесь, тоже приятно. Появился новый вид социального отпуска для завершения работы над квалификационной научной работой, диссертацией. И определены документы, на основании которых работникам будут предоставляться социальные отпуска в связи с получением образования, ну и перечень таких документов. Социальные отпуска в связи с получением образования, если не по направлению нанимателя, а не просто социальный отпуск без оплаты? Да, да, справка вызов, буду представить, просто да, рабочие листы, но мы нанимательные обязаны, за свой счет. Да, да. Мне это очень интересно. Да. Так, рабочее время. Для работников с неполным рабочим временем продолжительность работы в рабочие дни, предпраздничный, предшествующий празднику, сокращается пропорционально продолжительности неполного рабочего времени. Теперь это уже закреплено на законодательном уровне. То есть, если я работаю на полставки, и все, кто на ставку уходят на час раньше, то я могу уходить на полчаса раньше, ну и так далее пропорционально. Дальше. По желанию работника можно не предоставлять перерыв, если работник работает на сокращенную ставку. Раньше это надо было обязательно, хоть там, не знаю, 20 минут каких предоставлять. Сейчас, опять-таки, по желанию работника, то есть должно быть документальное согласие работника, который сказал бы, что мне не надо отдых, я проработаю 4 часа и пошел или пошла. Дальше. Для работников, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или троих и более детей до 16, по их письменному заявлению, вместо дополнительного свободного от работы дня в неделю может быть установлена сокращенная на 1 час продолжительность рабочего дня. Понимаете, о чем я? То есть вместо одного целого дня я могу работать на час меньше, но здесь важно, это не обязанность нанимателя вам предоставлять этот либо то, либо то, а если это не препятствует нормальной деятельности организации. Если работодатель скажет, ой, мне даже лучше, что ты каждый день будешь в офисе, пусть тебе на час меньше, да, давай. Мне так, ну, реально, может быть, для большинства это более такой интересный вариант. Так, и какой-то способ действительно найти компромисс. Совершение сторонами действия в электронном виде. Так, у нас что здесь важно? Совершение сторонами действия, ну, по крайней мере, для меня. Совершение сторонами действия в электронном виде, возможно, если программно-технические средства, используемые нанимателем, позволяют однозначно идентифицировать работника, пока остановимся на этом. То есть это не... Окей, а также с использованием ЭЦП. То есть вот первая часть этого нашего предпоследнего абзаца говорит о том, что это могут быть какие-то другие технические средства и не обязательно ЭЦП. Потому что в некоторых компаниях крупных я встречала, то есть там, например, я готовлю какой-то документ на подпись, мне надо собрать подписи, готовлю PDF-документ, вставляю туда ячейки, которые создаются определенным способом, ну, технические средства компании позволяют это сделать. И, например, там должен подписать директор, главный бухгалтер и, например, финансовый директор. И вот в эти ячейки документ уходит по очередности, снизу, да, подписываем. Финдир, например, подписал, пришел документ, она поставила или он свою электронную подпись, не ЭЦП, а другая электронная подпись, которая, ну, настроена в этой компании с помощью электронных средств, сохранила документ, переслала главбуху, та сохранила, переслала директору. Подписано, видно, что это подписала Татьяна Дайлит в 15, 15, 21 декабря. И вот такие документы тоже можно, они будут считаться совершенно законно, созданными в электронном виде. То есть не обязательно всем выдавать ЭЦП, для того, чтобы наладить электронный документ, наоборот, можно применить какие-то другие технические средства. Это хорошая новость, плохая новость, что применение и разработка таких технических средств будет стоить достаточно серьезных денег. Ну и решение совершения сторонами действий в электронном виде и порядок их совершения, желательно, чтобы были закреплены в локальных правовых актах. И тогда с этим можно работать. Так, давайте посмотрим, что там можно. Появилась возможность совершения действий со сторонами трудовых отношений в электронном виде, предупреждать работника, получать согласие работника, ознакомить в том числе подроспись с локальными правовыми актами, приказами, требованиями, обращаться к нанимателю. Но нельзя таким образом делать заключение изменения продления трудовых договоров, заключение изменения продления договоров о материальной ответственности. Но все равно определенная свобода действий появляется. Другое дело, что техническая сторона всего этого тоже составляет определенную трудность. Оформление дубликата трудовой книжки. О, это мое любимое. Перевожу на человеческий язык. Значит, что, как было раньше, поправьте меня, если я не права, как было раньше, приходит человек и говорит, ой, а я потерял трудовую книжку. А я, кабировик, юрист по трудовому, говорю, прекрасно, идите, берите справки у своих бывших работодателей, пусть они восстанавливаем, вот вам трудовая новая мы купили для вас, идите, берите справки, пусть они вам вносят записи в эту трудовую книжку. Как будет теперь? Правильно. Он принес, нам говорит, ой, я потерял трудовую, и мы ему скажем, ну хорошо, мы вам трудовую книжку купим, отправим в СЗН все запросы, и на другие места работы тоже отправим запросы, и все занесем в вашу трудовую книжечку. И все это теперь наша обязанность. Да. Я вас поздравляю, дорогие мои, с этим прекрасным новшеством. Ну и дальше на слайде у нас видно, что для оформления дубликата трудовой книжки нанимателю необходимо сделать. Это даже не знаю, что хуже, ну просто трудовые книжки реже теряются, наверное, чем больничные, вот эта история с больничными, которая, слава богу, отложилась и перенеслась на следующий год, вернее, на июль следующего года. Но все равно же, когда-нибудь... Мы не знаем, сколько у них было этих мест, А мы же запрос в СЗН отправим, и, наверное, в СЗН на основании ПУ-2 нам даст какой-то список. Ну, мы сможем это узнать только, когда попробуем. Нет, это было бы корректнее получить с фонда просто эту уписку, чтобы... И заполнить на основании. Нет, надо всем поздравить, позвонить. А точно, а пришлите. Ну так если они же с романом ПУ-шка приходят. То есть за слов наших, более мощным, чем у ФСЗН. Написать запрос в ФСЗН и на другие места работы. Может быть, здесь имеется в виду, что если еще человек работал, и... С 2001 года. Да, 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 да. Может быть, тогда... С 2004 года ведется... Да, 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 да. Ранее обязанность по сбору сведений предыдущих была возложена на работников. Ну, посмотрим, как это работает. Нам хватит и так. Позвони, запиши, возьми, заполни. Ну, дай бог, чтобы с 2004 к нам только уже приходили. Так это все надо сделать, получается, за 20 дней? А на весны срок, 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 срок. Ну, ФСЗН тоже весело будет. Остается только думать, что нам всем будет весело. Не только тем, кто занимается восстановлением, но и ФСЗН. Как вы делаете запрос? Ну, может быть, не знаю, мы все ждем, когда же эта электронная, трудовая наступит. Может быть, уже как-то на основании вот этих всех, передвижений будет наконец-то принято решение. Давайте сделаем электронную. Может быть, но узнаем, узнаем, да. Может, тоже перенесут куда-нибудь. Что необходимо предпринять, чтобы учесть все изменения в законодательстве и не нарушить его? Вот будет два таких важных слайда. Что надо сделать? Внести корректировки в действующие трудовые договоры работников путем заключения дополнительных соглашений к договорам, в которых будут отражены пункты, претерпевшие изменения, или же указания на изложение трудовых договоров в новой редакции с предложением новой редакции договора. Основные изменения касаются выплаты заработной платы не менее чем два раза в месяц и сроков выплаты среднего заработка за время трудового отпуска. А вот я вас и обманула. Подождите. Разработать новую форму трудового договора для вновь принимаемых работникам с учета всех изменений. Форма трудового договора, кстати, тоже меняется. Но ее не надо всем переделывать, ее надо только применять для тех, кто к вам придет вновь. Да. Она в прошлом году менялась и в этом. Нести изменения в ПВТР организации в части пунктов регламентирующих получение и выдачу характеристики с предыдущего места работы. Выдается она теперь в течение семи дней, а не пяти, как было раньше написано. А также обязанности нанимателя обеспечивать прохождение работниками аттестации. Ну такое, у всех она есть, но тем не менее. Так она для всех, это аттестация? Для всех осталось для определенных. Но, как мы обсуждали, вот если даже сотрудник скажет, я хочу аттестоваться, обеспечить. Нет, это не обязательный процесс, но мало ли, кому-то для будущего опыта надо нести корректировки в действующие трудовые договоры работников путем заключения дополнительных отношений к договору. Да, доп. соглашения. То есть надо аванс делать? Надо. Потому что сроки и существенные условия трудового договора. Ну, вроде бы это не про существенность условий, а просто где-то надо закрепить. Это не совсем. То есть с формулировкой изменения существенных условий, может, и не пишется. Ну и в ЛПА отродить. Мне тоже кажется, что нет. Ну, где-то надо закрепить, в общем. Так, новшества в ТК, которые можно отразить в ЛПА дополнительно. Прописать размер или порядок расчета заработной платы за первую половину месяца. Внести в новшества о дистанционной работе, которую мы с вами обсуждали. Закрепить необходимость предоставления работникам подтверждающих прохождение диспансеризации документов по ее итогам. И показать пальчиком, что идешь на диспансеризацию, рассчитываешь на компенсацию. Пожалуйста, принеси документы. Предусмотреть возможность деления работникам трудового отпуска более чем на две части. И порядок такого деления отразительного ведения в части социальных отпусков. То, что мы с вами обсуждали. Там один день до 40, вот это два дня на пенсии и так далее. Все это надо записать. Так, все, с трудовыми разобрались.